Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас на коррекции вторая Настина рука, и ее мы будем делать, конечно же, совершенно другую. Здесь мы будем делать выкладной аквариумный френч. Но точно так же, как и на прошлой руке, нам необходимо поднять очень сильно вниз клюнувшие ногти, и при этом мы будем менять форму с квадрата на миндалик. Поэтому снимаем основной объем старого материала и сразу же фрезой убираем лишние углы, для того, чтобы их долго и нудно не пилить пилкой. А дальше уже пилочкой собираем окончательно нашу будущую форму, заужая ее на этой руке уже, чем нам необходимо. Потому что нам нужно заузить ноготочки таким образом, чтобы у нас было куда укладывать аквариумный френчик. Поскольку ноготочки у нас перехоженные, в данном случае на рабочих средних пальчиках получилась внутренняя отслойка. Скорее всего, из-за того, что был удар или была нагрузка на эти пальчики, материал изнутри отслоился от ногтевой пластины. Чем чреваты такого вида отслойки? Если вы их вовремя не увидите и не уберете, то в конечном итоге эта отслойка срастет к свободному краю, и со стороны свободного края ноготочек просто у вас отвалится. И клиент действительно придет к вам, жалобует о том, что ногти сами отвалились. Это будет действительно именно так и выглядеть. Поэтому очень внимательно всегда контролируйте малейшие изменения цвета ваших ногтей. Потому что если у вас толстый слой камуфляжа, то конечно же плохо видно, что там где у нас пошло не так. Поэтому ваша задача как мастера очень внимательно следить за малейшими изменениями, для того, чтобы можно было это поправить на самом начальном итоге, чтобы ничего у вас не пошло туда, куда вам не нужно. Итак, мы подготовили ноготочки. Отодвигаем пушером кутикулу, убираем птеригий, наносим праймер, базовый гель. Да-да, я это говорю, в каждом-каждом-каждом своем ролике вы уже должны как молитву за мной повторять. Наносим праймер, базовый гель, отодвигаем кутикулу. Такая себе шулуновская молитва на ночь. Праймер, базовый гель, праймер, базовый гель. Праймер, базовый гель. А теперь акрилатиком начинаем выстраивать новое ногтевое ложе. В данном случае наша задача сделать таким образом, чтобы у нас получилось удлиненное яичко, которое вытянет нам натуральное ногтевое ложе в ту форму, которое это ногтевое ложе в жизни никогда не имело, но всегда об этом мечтала. Самое сложное в этом этапе, это проконтролировать нужный объем материала. Вот я пока еще не могу приловчиться к этому моменту. Я всегда беру больше, чем мне необходимо. Хорошо, что этот материал очень легко убирается с поверхности ноготочка одним движением. И я никогда мне не нравились акрилатики в тюбиках. Мне всегда было неудобно их оттуда выдавливать. Меня всегда бесил этот вопрос, что невозможно излишки материала положить обратно в тюбик. Поэтому мои акрилатики, внимание, в баночках. Ссылочку на них, конечно же, оставлю в описании. Не забудьте зайти посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как у нас готовы и просушены все-все-все яички удлинения. Именно яички удлинения, потому что форма у них должна быть на яичко удлиненное с более зауженным кончиком. Итак, когда у нас все просушено, мы фрезером подпиливаем наши уголочки таким образом, чтобы вычистить все места, которые нам необходимо. Особенно нам необходимо проконтролировать зоны усиков нашей будущей улыбки. Но очень внимательно вопиливать в этих местах, потому что там, конечно же, очень близко находится натуральная ногтевая пластина. Поэтому велика вероятность перепилиться очень и очень аккуратно и внимательно. После того, как проработали все фрезером, мы дорабатываем основные моменты пилочкой. Ну а теперь самое красивое, конечно же, дизайн. Делаем на кончиках сначала переход из двух цветов гирлака. Выбрали два очень красивых неоновых оттенка. И между ними смешиваем амбрешку. Причем здесь сильно за чистотой этого перехода нам следить не нужно. Потому что в дальнейшем мы накидаем сюда еще миллион блесток. И этот переход у нас просто спрячется в основном. После того, как просушили наши амбре, на тоненький слой мокрого прозрачного геля укладываем все понравившиеся нам блестки. И после того, как блестки у нас уложены, все хорошенечко просушено, перекрываем все это безобразие слоем прозрачного материала. Опять же, в данном случае, если вы любите моделировать кисточкой, то вы можете перекрыть это все аккуратненько, чтобы у вас никуда не растекалось. Я же люблю моделировать пилочкой, поэтому перекрываю, а бы как лишь бы было, а потом все пилочкой собираю уже непосредственно в форму своего будущего ноготка. Потому что я четко уверена и не раз уже в своей практике сталкивалась с тем, что ты долго и нудно моделируешь ноготочек. Стараешься его сделать в технике без опила. Но клиент пока донес руку до лампы, пока там ее неправильно положил, пока там еще что-то случилось, лампа то зажглась, то не зажглась, то он куда-то впихнулся, то еще что-то случилось. В общем, этот момент совершенно не контролируем. И нужно масса нервов и куча лишних движений для того, чтобы этот момент проконтролировать. Поэтому зачем я буду заострять на этом внимание, если у меня есть пилочка, а свою пилочку контролирую только я от и до, от начала до конца. Поэтому именно своей контролируемой пилочкой я сделаю ту форму ногтей, которая мне необходима. По большому секрету, это я вас сейчас посвятила в очень ценную информацию. Итак, пилочкой оформляем наш ноготочек, при этом весь излишек материала, который был явно лишний, мы сняли уже при помощи фрезера. Поскольку ноготочки, напоминаю, у нас очень удобно. Они очень сильно вниз растущие, поэтому изнутри убираем остатки предыдущего материала. И как раз таки у нас внутри начинает проглядывать наш розовый френчик. А теперь дизайн. Куда же я и без росписи? Сегодня мы будем рисовать вот такие вот очень интересные, красивые вензеля. Благодаря трехуровневому использованию цвета. То есть у нас оттенок тот же, которым мы рисовали ногти, но мы его смешали с черным и с белым, для того, чтобы получить новые цвета. И получившимися цветами мы набрасываем для себя вензельную композицию. Сначала темным оттенком выкручиваем красивые круглые вензельки, а потом более светлым оттенком их подчеркиваем и белым цветом окончательно прорисовываем. Все, дизайн на этом готов, элементарно, простой, очень быстрый. Ваша задача уметь рисовать круг. Все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...